Это управление персоналом и кадровое дело. То есть, во-первых, в чем специфика данной работы, данной профессии, данной сферы, ну и также, какие программы представлены в нашем центре. Сначала несколько слов о себе. То есть, хотела бы представиться. Меня зовут Чемтарева Светлана Владимировна. Я являюсь сертифицированным специалистом в области управления персоналом с опытом работы более 15 лет практической деятельности. В настоящий момент являюсь преподавателем центра специалистов, HR-консультантом, провожу кадровый аудит и, в общем, занимаюсь посидеть практической деятельностью, помимо преподавательской деятельности. Также веду курсы по управлению персоналом и кадровые курсы по кадровому менеджменту. Ну и на всякий случай мой контакт. Также являюсь автором и разработчиком курсов. Знаете, кто это? Очень близко. Очень близко. Форд, может быть. Это Лидия Кока. Может быть, слышали о таком? Ну, на самом деле он работал в Форде. Он имеет прямое и непосредственное отношение. Вот. Он автор-разработчик модели Форд Мустанг. Ну и также с его именем связывает выход из кризиса компании Крайсля. Вот он в свое время сказал, что в конечном счете всю экономику можно свести к трем словам. Люди, продукты и прибыль. На первом месте стоят люди. Если нет хорошей команды, остальные два компонента не позволяют добиться многого. На самом деле это так, потому что персонал составляет основу организации. Мы с вами обсуждаем курсы по управлению персоналом, в какой мере это важно. На самом деле от эффективной работы сотрудников прибыль компании зависит напрямую. От того, в какой мере сотрудники заинтересованы, зависит реализация целей бизнеса. И поэтому, конечно же, персонал это основа организации. Представления о роли и месте персонала в организации, они, конечно же, менялись. На протяжении всего развития менеджмента как такового. Это с конца 19-го, начала 20-го века и по сей день данное направление активно развивается. Что касается самого кадрового менеджмента, то как направление это 60-70-е годы. То есть из общей теории стало выделяться отдельное его направление. Ну и с какими тенденциями в сегодняшний момент мы сталкиваемся. Во-первых, это рост числа сотрудников кадровых служб. У нас сейчас достаточно широкий перечень должностей, связанных с управлением персоналом. Мы можем сказать менеджер по персоналу, специалист по кадровой работе, специалист по кадрам, инспектор по кадрам. Более того, у нас есть менеджеры по компенсациям и льготам. У нас есть менеджеры по подбору, менеджеры по обучению и развитию, менеджеры по оценке и аттестации. То есть сейчас это целая плеяда специалистов, связанных с определенным профилем деятельности, то есть с персоналом организации. И деятельность непосредственно связана с управлением и не только. Многие говорят, что менеджер по персоналу, кадровик – это одно и то же. Хотелось бы сказать, что это не совсем так, потому что есть разные направления. Обычно, если мы говорим «кадровик», то с какой работой связан кадровик? С бумажной, абсолютно точно. Кадровики у нас ассоциируются непосредственно с теми, кто осуществляет бумажную работу, то есть оформляет кадровые документы, занимается кадровым учетом. А ранее кадровые функции именно к таковым и сводились. То есть ранее – это учетные функции и оформление документов. Сейчас понимание профессии более широкое. Сейчас это достаточно перспективное и динамично развивающееся направление. Это не только кадровые учеты дел в производстве. Поэтому менеджеры по персоналу могут заниматься и подбором, и оценкой, и обучением, и развитием. Профиль деятельности достаточно широкий. Это и стратегический уровень, и оперативный уровень, то есть на уровне кадровой работы. Рост числа сотрудников кадровой службы как раз говорит о том, что мы сейчас сталкиваемся с разными направлениями. У нас есть тренинг менеджера, у нас даже есть в структуре департамента по управлению персоналом отдел внутреннего пиара, то есть который занимается формированием корпоративной культуры. Это и мотивация в том числе. Поэтому очень много разных направлений. Прошу прощения. Кроме того, повысился статус самой профессии. Вот руководители кадровой службы, они могут входить в состав, в совет управления, предприятия в целом. То есть в состав совета директоров могут входить. И более того, кадровая стратегия у нас сейчас интегрирована в общую стратегию. Руководители планируют цели развития компании в целом. Планируют, например, открытие новых филиалов, создание новых продуктов, расширение рынка, номенклатуры продукции. Кадровая служба отвечает за достижение данных целей с точки зрения персонала. А кадровая служба разрабатывает в обеспечении общей стратегии кадровую стратегию. То есть каким образом глобальные стратегические задачи мы будем решать с точки зрения сотрудников. Какое количество нам потребуют сотрудников, какой квалификации. Это все глобальные задачи на стратегическом уровне управления персоналом. Кроме того, сейчас меняются требования к уровню квалификации кадровиков и менеджеров по персоналу. То есть возросло внимание к профессиональной подготовке данных сотрудников. У нас есть профстандарты, которые регламентируют требования к квалификации сотрудников кадровой службы. И более того, если мы рассмотрим с вами современные направления и перспективы развития профессии, что мы можем выделить? Мы можем выделить автоматизацию и роботизацию кадровых процессов. Кроме того, сейчас уже говорят о том, что у нас будет внедрен электронный документ оборот. Более того, 17 сентября Госдума одобрила законопроект об электронных трудовых книжках. И, соответственно, трудовые книжки у нас будут вестись в электронном виде. У нас большинство кадровых процессов заменяется техникой. Самая распространенная у нас программа 1С, то, что практически все предприятия используют. И если мы говорим о работе в кадровой сфере, то знание 1С крайне важно для данной работы. Кроме того, современные направления. Это вот первый вариант имеет прямое и непосредственное отношение к автоматизации кадровых процессов. Это программа, внедрение программных технологий в работу. Второй подход, agile, подход в управлении персоналом. Это современное направление в переводе гибкий. Гибкие подходы к управлению персоналом. И еще, помимо всего прочего, возрастает роль HR-аналитики в бизнес-процессах. То есть это сбор информации, дополнительные компетенции для сотрудников кадровой службы. Это все современное направление. Что касается менеджера по персоналу. Мы говорим о тех программах, которые я хочу представить вашему вниманию. В какой мере данная сфера интересна. HR. Управление человеческими ресурсами. Следовательно, у нас с вами, если мы говорим о руководителе среднего снина, по сути, любой руководитель управляет персоналом, разве нет? Поэтому управление персоналом, ну, это основа организации. Кроме того, что еще говорит о популярности данного направления? Количество вакансий. Вот по данным Superjob, всем известный портал, где-то порядка 26% это вакансии из кадровой сферы. Это либо кадровое дело производства, либо специалист по кадрам, либо менеджер по персоналу. То есть это говорит о том, что данное направление является достаточно востребованным. Количество объявлений о вакансии регулярно возрастает. О чем и свидетельствует данная аналитика. Кроме того, с точки зрения заработной платы, а вот это достаточно высокооплачиваемое направление работы. Если мы берем, вот есть у нас средний уровень заработной платы, если оценить его за последние 12 месяцев, такая информация есть, это вот сайт есть, true.com, они регулярно публикуют рейтинг профессий, и там есть такие расчеты, что достаточно высокий уровень, если мы берем среднюю зарплату. Вот в Москве, например, это 58, средняя, да, 585. Это именно в данной сфере, то есть в сфере управления персоналом. На втором месте по региону идет Санкт-Петербург. Что касается профессии, то, точнее, должностей в данной сфере, то наиболее высокооплачиваемое, как считают аналитики, трудком, это менеджер по развитию персонала. Там 51, но это здесь имеется в виду показатель по всем регионам. 58, 585 – это средний уровень по Москве. Там у них разная статистика и по регионам, и по должностям. Поэтому можно посмотреть, что наиболее популярно. Вот менеджер по развитию – это 51. А на втором месте просто идет менеджер по персоналу. Там около 51 тысячи. А на третьем месте есть ведущий менеджер по персоналу. Зарплата 50 тысяч 483. И следующий по популярности, следующая по популярности профессия – это менеджер по подбору – 48 тысяч. Обращаю внимание, что кадровое дело производства оценивается рынком труда менее, чем та же деятельность по подбору. Хотя на самом деле странно, уровень ответственности, если мы берем кадровую работу, достаточно высокий с точки зрения требований законодательства. Менеджеры по подбору – более творческое направление. А если мы берем специалисты по кадровому делу производства, здесь должно соблюдаться четко требование законодательства. Риск ошибок стоит работодателю очень дорого. Штрафы на сегодняшний день очень большие. А скажите, а квартирование рабочих мест вы не будете рассматривать на этом? Квартирование рабочих мест на этом семинаре нет. На этом семинаре моя задача – познакомить вас вообще с профессией менеджера по персоналу. Это предусмотрено нашими курсами. Что касается преимуществ, как я уже сказала, что это достаточно высокооплачиваемое направление, если сравнивать с другими. Во-вторых, это должность, которая является особо приближенной должностью к руководителю, потому что HR-стратегия у нас интегрирована в общую стратегию развития. Без персонала мы не решим ни одной стратегической задачи. Это совершенно очевидно. Что, собственно, позволяет добиться высоких результатов самореализации. Кроме того, если небольшие структуры, в небольших структурах, как правило, функционал менеджера по персоналу выполнять может кто угодно. Например, бухгалтер. Либо, например, бухгалтер. Кто-нибудь еще, кроме бухгалтера. Например, офис-менеджер, секретарь-директора, кто угодно. До определенной численности. То есть, ну, где-то в пределах до 100 человек отдельно кадровика может и не быть. А вот по мере роста и развития уже возникает необходимость в привлечении человека, который бы занимался именно вопросами управления персоналом и вопросами кадрового делопроизводства. Вот человек в одном лице, осуществляющий данную функцию, называется HR-дженералист. То есть, есть такое определение. То есть, это в одном лице. И кадровик, и менеджер по подбору. То есть, он выполняет широкий перечень функций, связанных с управлением персоналом. Ну и далее, по мере роста и развития, уже в этом может быть структурное подразделение. В структурном подразделении уже может быть не одна должность, а несколько. Ну и так далее, да. Вот, поэтому направление достаточно перспективное, разноплановое. То есть, можно выполнять как функцию кадрового делопроизводства, так и осуществлять функцию по подбору. То есть, можно выбрать разные направления именно в данной сфере. Ну и за последние пять лет появилось также много иного направления, то, о чем я вам говорила. Ну и по рейтингу профессии тоже можно посмотреть. То есть, по рейтингу востребованности данной профессии, это порядка 74%, это очень высокий уровень. Точно так же эксперты оценивают перспективы данной профессии, они тоже достаточно высокие. Что касается роли и места кадровой службы в организации, на сегодняшний день очень сложно переоценить роль кадрового потенциала в работе предприятия. И основная цель, она, конечно же, связана с обеспечением организации высоко квалифицированным персоналом. Для достижения стратегических целей компании, тех целей, о которых я вам говорила, цели могут быть разные. Развитие рынка и расширение линейки производства, ассортимента продукции. То есть, достаточно обширный перечень задач. Что касается роли кадровой службы в организации, прежде всего, человек, который приходит в организацию, он сталкивается с кадровой службой. По сути, это лицо организации на рынке труда. Более того, сама позиция кадровой службы в организации тоже весьма интересна. То есть, с одной стороны, это интерес руководителям, с другой стороны, это интерес работникам. По сути, кадровая служба – это связующее звено между интересами работодателя, каковы цели бизнеса, да? То есть, увеличение прибыли, да, развитие. А что касается целей работника? Зарплата. Все хотят хорошую зарплату, признание хотят за слой, хотят карьеры, хотят построить карьеру, да? И, естественно, кадровая служба, она находится, ну, по сути, между, да, интересами работника и интересами работодателя. И зачастую интересы работодателя, да, не всегда соответствуют интересам работника. Грамотный кадровик всегда подскажет, как решить ту или иную проблему, проконсультировать. То есть, вот, один из функционалов сотрудников данного направления – это консультировать руководителей по вопросам управления персоналом и по вопросам применения трудового законодательства. Основная задача – это минимизировать риски, которые могут быть. Риски достаточно высокие. У нас есть контрольный орган, который проверяет организации с точки зрения соблюдения норм трудового законодательства. Это у нас государственная инспекция труда. Штрафы тоже немаленькие. Более того, большой перечень законов, которые регламентируют работу с персоналом. Основной, который – это трудовой кодекс. Ну и далее есть еще и федеральные законы. Ну, в качестве примера могу вам привести 426-й федеральный закон о специальной оценке условий труда, 152-е персональных данных. Да, можете еще что-нибудь сказать, да, я скажу, в какой мере это соответствует. Действительно, понятие трудового законодательства, оно крайне обширное. И грамотный кадровик, он должен хорошо ориентироваться в вопросах применения трудового законодательства. Так как основная задача – это управление трудовыми ресурсами и их документальное оформление, я хотела бы сказать, что, несмотря на огромные перечни функций, которые могут быть у кадровой службы, их можно разделить на две. Две функции, по сути. Это управление трудовыми отношениями, это, скажем так, HR-овское направление, менеджерское. Сюда у нас входит какой функционал? Подбор, адаптация, оценка, развитие, мотивация, формирование корпоративной культуры, развитие обучения. А есть оформление трудовых отношений. Это кадровый учет отдела производства. То есть управление трудовыми ресурсами – более, так скажем, творческое направление. А оформление трудовых отношений – здесь обязательное соблюдение законов, то, о чем мы, собственно, с вами говорили, для минимизации рисков для работодателя. Более того, недовольные работники могут еще написать соответствующее заявление в ГИД, могут обратиться с исковыми требованиями к работодателю в суд. Можно даже посмотреть практику судебных споров. Очень часто работники выигрывают. Статистика не в пользу работодателя, то есть все равно происходит нарушение. И, конечно, человек, который отвечает за кадровое дело производства, должен иметь высокий уровень квалификации, ну и соответствующий уровень подготовки. То есть здесь крайне важны как базовые знания, то есть базовое образование, базовые знания, так и необходимо постоянно повышать квалификацию. Требования законодательства, они вообще постоянно меняются. То есть постоянно какие-то нововведения. Ну вот из числа последних, помимо того, что Госдума одобрила закон об электронных книжках, у нас в июле были изменения в 136-ю статью, это по оплате труда. Поэтому наша задача своевременно отслеживать, какие изменения есть, вносить соответствующие коррективы в кадровые документы, в кадровую работу. Это вот следующее направление. И наши курсы, наши программы, они построены соответствующим образом. У нас есть и чаровское направление, то есть связанное с подбором, с оценкой. Вот. И есть курсы, связанные с оформлением трудовых отношений. То есть именно с точки зрения требований законодательства трудового. Также хочу сказать, что есть совет по профессиональным квалификациям в области управления персоналом. Он создан в 2015 году. Более того, требования, как я уже сказала, меняются к квалификации сотрудников. Есть также два профстандарта. Это специалист по управлению персоналом, который тоже в 2015 году утвержден. И есть еще профессиональный стандарт, специалист по подбору персонала и крутера. То есть вот два профстандарта, которые, ну скажем так, диктуют рынку требования к уровню квалификации данных сотрудников. Также есть центр оценки квалификации. То есть сотрудник, допустим, может обратиться в центр оценки квалификации, сдать профильный экзамен и получить соответствующий сертификат. Этот сертификат говорит о том, что сотрудник, который выполняет данную трудовую функцию, он соответствует требованиям профстандарта. Ну, например, имея такой сертификат, это, скажем так, получить дополнительное преимущество, дополнительное конкурентное преимущество на рынке труда. То есть получить такой сертификат. И, естественно, уже сейчас многие работодатели, вот профстандарты для некоторых компаний с 1 июля 2016 года, они стали обязательными. Переходный период заканчивается, 1 января 2020 года. То есть те компании, для которых профстандарты являются обязательными, к этому моменту уже должны перейти на профстандарты. Это государственные компании, компании с долей государственного участия. Ну и также это те сферы деятельности профессии, которые предполагают выплату каких-то дополнительных компенсаций работникам и предоставления гарантий. Это, например, вредные и опасные условия. Ну и сейчас интерес к профстандартам растет и к уровню квалификации тоже растет, как вы понимаете. И если мы говорим о данной профессии, то здесь как сюда попасть, в эту профессию? Можно ли бы закончить бакалавриат, магистратуру по направлению? Есть такое направление управления человеческими ресурсами. То есть бакалавриат, магистратура. Недостаток здесь есть, потому что знания, которые дает ВУЗ, они более теоретические. То есть мало практики. И, как правило, такой выпускник ВУЗа, молодой специалист приходит, его начинают по-новому учить. А второй, это первый вариант, да? То есть закончить, получить базовые теоретические знания. Они важны, никто их не отрицает. А второй путь – это закончить курсы переподготовки. Тоже получить диплом. И, так сказать, получить определенную квалификацию в той или иной сфере. Преимущество данного пути заключается в том, что эти дипломы, эти курсы, они более практикоориентированные. То есть позволяют за более короткое время получить, по сути, основной объем знаний, необходимых для выполнения данной работы. Что касается профстандартов нашей программы, также с учетом этих профстандартов составлено. То есть, если вы посмотрите, у нас на сайте достаточно широкий перечень курсов по управлению персоналом, но все они с учетом требований профстандартов. Вот специалист по управлению персоналом, есть такой профстандарт, и там представлено 8 обобщенных трудовых функций. То есть, что вменяют кадровикам и какие требования к уровню квалификации кадровиков отражены в этом профессиональном стандарте. 8 функций. Документационное обеспечение кадровой работы. Это как раз та функция по оформлению трудовых. У нас этому направлению, этой обобщенной трудовой функции, посвящено 5 уровней кадровой работы. Я о них расскажу. Деятельность по обеспечению – это подбор. У нас есть и практически курс по подбору. Деятельность по оценке. У нас тоже представлены курсы по оценке, опять же, если это интересно. И деятельность по развитию. У нас есть менеджер по обучению и развитию. Также есть и по организации труда, и оплате труда. Вот первые 6 функций – это оперативный уровень. 7-8 – это управленческое направление, то есть операционное управление персоналом на уровне подразделения. И стратегическое – это директор по персоналу. Вот 7-8 – это наша дипломная программа, которая есть. Соответственно, дипломные программы, помимо знаний управленческих, дают еще знания по этим 6 обобщенным функциям. То есть все они в себя эти функции включают. Ну и программы профессиональной переподготовки. Здесь, что я хотела сказать, что данные занятия, они прежде всего ведутся у нас в интерактивной форме. С проведением деловых игр. Мы рассматриваем различные кейсы. Решаем практические задачи. Ну и все это, естественно, способствует отработке и закреплению необходимых навыков. Более того, достаточно ограниченный период времени. У нас не такие длительные программы, поэтому теория сведена к минимуму. Рассматриваем исключительно практику. То есть мы предоставляем материалы нашим слушателям. Это вот такие тетрадочки, рабочие программки, где, собственно, кейсы, задачи, которые мы здесь рассматриваем. И, по сути, по окончанию курса слушатели получают готовые решения для тех или иных кадровых вопросов. Ну и если, опять же, говорить, программы профессиональной подготовки, у нас много достаточно центров, предлагающих аналогичные курсы. Критерии выбора центра. Прежде всего, это известность. Учебный центр специалистов, это все-таки имя, 27 лет на рынке. И, конечно, по окончанию наших курсов вы получите престижный диплом специалиста при МГТУ Минебаумана. Ну а второй критерий, то есть первый, наверное, центр, да, а второй, то с точки зрения содержания программы, у нас практика ориентирования обучения. То есть, следовательно, закончив наши курсы, вы тоже, в принципе, можете, найти работу и приступить, потому что базовые знания у вас все будут необходимы. А далее уже только в практике остается их обрабатывать. Что касается дипломных работ, которые у нас есть. Вот первая дипломная работа, с которой я хочу вас познакомить, это руководитель кадровой службы со знанием 1С. Данная программа включает в себя 9 курсов, и это 288 часов, то есть программа обширная. Какие это 9 курсов? Данная программа включает в себя такой курс, как менеджер по персоналу первый уровень. То есть здесь вы подробно познакомитесь с системой найма сотрудников, подбор, адаптация. Ну и кроме того, из рук профессионалов вы можете получить необходимые инструменты для того, чтобы, например, описывать должность, составлять модель компетенции. Ну, кроме того, что вы научитесь, как можно обучить сотрудника, как сформировать систему развития, как обучать сотрудников, как их адаптировать. Кроме того, также курс предполагает, например, мотивацию сотрудников, то есть рассматривает мотивацию сотрудников. То есть вы познакомитесь с эффективными методами оценки персонала, познакомитесь с вопросами материальной и нематериальной мотивации, а также познакомитесь с современными тенденциями в области компенсации, в области вознаграждения сотрудников. То есть достаточно обширный перечень знаний вы получите. Что касается второго, это вот руководитель структурного подразделения. Руководитель структурного подразделения здесь вы, ну, это, так скажем, знания по ключевым функциям менеджмента, то есть знания по планированию, то есть как планировать работу, как контролировать, это анализ организационных структур, анализ корпоративной культуры, то есть, ну, вот все эти навыки, навыки принятия управленческих решений, в чем специфика. То есть то, что необходимо, это базовое знание, необходимое руководителю структурного подразделения. Ну, и кроме того, здесь у нас все построено на практике данный курс. Ну, и далее у нас идут пять уровней кадровой работы. Кадровая работа в современной организации. Первый уровень – процедура оформления трудовых отношений. 32 часа данный курс сюда включает. И здесь вы познакомитесь с вопросами приема на работу. Это локальные нормативные акты, здесь мы рассматриваем прием на работу. Перевод, виды переводов, порядок перевода, то есть прям документально разбираем и составляем алгоритмы данных кадровых процессов. Отпуск – очень важный момент составления графика отпусков. Это уход сотрудника в отпуск по графику или по заявлению. Виды отпусков, потому что у нас есть и животный оплачиваемый отпуск, есть дополнительный оплачиваемый отпуск, есть отпуск без сохранения, есть отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком, есть учебный отпуск. И каждый отпуск имеет свои нюансы, мы в формате первого уровня это рассматриваем. Также мы здесь рассматриваем увольнение работников, трудовые книжки, переход на электронный документ оборот, вопросу затрагиваемый, это еще первый уровень. Кадровая работа в современной организации второй уровень – это организация кадрового делопроизводства, требования к оформлению документов. То есть какие есть, то есть рассматриваем ГОСТы, также рассматриваем локальные нормативные акты, отрабатываем процедуры ключевые и кадровые. Третий уровень целиком и полностью посвящен аудиту кадровых документов, то есть пройдя третий уровень, вы научитесь проводить аудит, кадровый аудит документов. У нас данный курс – это рабочая тетрадь, и там у нас представлены разные документы, где допущены ошибки, и наши слушатели находят ошибки. Мы это все совместно обсуждаем, принимаем решение, как исправить ту или иную ошибку. Четвертый уровень – это проверка ГИД. Так как мы провели с вами аудит, мы далее можем с вами подготовиться к проверке. Проверки могут быть как плановые, о которых мы заранее можем знать, так и не плановые. То есть плановые проверки, план проверок у нас мы можем посмотреть на сайте ГИД регулярно, размещают данную информацию о том, каких работодателей планируется проверять, например, в 2020 году. То есть в декабре будет такой перечень работодателей, кого будут проверять. Можно заранее подготовиться. То есть здесь существуют нюансы. И курс посвящен тому, как пройти данную проверку с минимальными потерями. А далее у нас идет пятый уровень – это практику. Здесь мы разбираем задачи, ситуации, кейсы. Кадровики очень часто сталкиваются с разными задачами. Не всегда у нас трудовое законодательство содержит алгоритм решения той или иной задачи. Поэтому сложности возникают. Мы наиболее сложные ситуации рассматриваем. То есть в рамках данного курса мы рассматриваем 127 кейсов. Ну и плюс мы еще разбираем кейсы слушать. И два последних курса, которые входят в данную программу – это зарплата и управление персоналом. То есть это программа 1С. То есть мы рассматриваем, изучается данная программа. Это вот первый кадровый учет – это 16 часов. А далее работа с отчетами. То есть навыки составления отчета в программе 1С. Это еще 8 часов. Ну и также предусмотрена итоговая тестация. То есть по окончанию всех этих курсов слушатели сдают итоговый тест и получают диплом о профессиональной переподготовке. При составлении данного курса что учитывалось? Прежде всего описание вакансий, которые размещают работодатели. И, естественно, данный курс это учитывает. Какие обязанности чаще всего встречаются в вакансиях? Организация эффективного процесса подбора, адаптации, участие в оптимизации основных бизнес-процессов, разработка локальных нормативных актов, обучение и аттестация, контроль ведения кадрового делопроизводства. Кроме того, это еще вопросы, которые позволяют решать проблему оптимизации численности. То есть оптимизация штата. И вот вся наша программа, которая руководитель кадровой службы со знанием 1С, она полностью соответствует с одной стороны требованиям рынка труда. То есть мы это учитывали. А с другой стороны соответствует требованиям профессионального стандарта те функции, которые я вам озвучила. То есть в эту программу входят и 6 функций, и 2 управленческих функции. Это операционное управление и стратегическое. То есть в процессе обучения вы узнаете требования трудового законодательства, сможете правильно оформлять прием на работу, оформлять увольнение. То есть вы познакомитесь с порядком проведения кадрового аудита. Получите базовые знания и сможете вести автоматизированный учет с использованием программы 1С. То есть знания получите достаточно разносторонние. Еще одна программа – это директор по персоналу. То есть, как я вам уже сказала, есть управление трудовыми отношениями, а есть их оформление. Руководитель кадровой службы – это больше оформление кадровых документов. А вот директор по персоналу – это более стратегический уровень. Это стратегический уровень, да. И здесь у нас управление трудовыми отношениями. Что включает в себя данная программа? Ну, менеджер по персоналу – это я вам уже сказала, да. Что касается второго уровня. Вот второй уровень – он целиком и полностью стратегический. Рассматривает стратегический уровень работы HR. И в ходе обучения вы подробно рассматриваете систему управления персоналом. Вопросы проектирования организационной структуры. Общие специфические функции управления персоналом. Политику управления персоналом. Вопросы разработки кадровой стратегии и кадровой политики. И по окончанию курса вы сможете, например, формировать кадровую службу с нуля. Кроме того, научитесь таким процессом, как оптимизация численности кадрового состава. Кроме того, научитесь выявлять и привлекать к работе талантливых сотрудников. У нас есть отдельный раздел – это современные методы управления с кадровым резервом и управления талантами. Что еще предусматривает данный курс помимо двух уровней менеджера по персоналу? Это ключевые аспекты кадровой работы для руководителей. Это требования трудового законодательства здесь рассматриваются. Также профессиональные стандарты, потому что это сейчас достаточно современное направление. Тенденция перехода на профстандарты сохранится в ближайшем будущем. Право для работника кадровой службы. Здесь рассматривается судебная практика, общие вопросы применения трудового законодательства. Сюда входит не только курс руководителей структурного подразделения, о котором я вам говорила, потому что в предыдущем курсе, в предыдущей дипломной работе там тоже этот курс предусмотрен. Сюда еще входит руководитель среднего и высшего звена. Ну и также предусмотрена итоговая тестация. Курс включает 308 часов. Ну и по окончанию курса вы сможете, опять же, проектировать и оптимизировать организационную структуру, создавать стратегию политику, оптимизировать численность персонала, создавать условия для развития, грамотно мотивировать, объективно оценивать, создавать и развивать корпоративную культуру в организации. И здесь, собственно, также перечислены основные обязанности руководителя. То есть данная программа, она тоже соответствует как требованиям рынка труда, с одной стороны, так и требованиям профессионального стандарта. Ну это более ичарское направление, скажем так. Ну и кроме того, что у нас еще у нас есть специалист по подбору персонала, рекрутер. Рекрутер тоже соответствует требованиям профстандарта, это 256 часов включает данный курс. Профессия очень востребована на рынке труда. Профессионал-рекрутер, он всегда будет обеспечен хорошей работой и хорошей зарплатой. Ну, на сегодняшний день требования к таким специалистам предъявляются достаточно обширные. И все эти требования к специалистам мы учли при разработке данной программы. Сюда входят следующие курсы в эти 256 часов. Менеджер по персоналу также это базовая подготовка. Далее кадровая работа в современной организации первый уровень и второй уровень. Сюда только два уровня входят, но самое необходимое. Иностранные работники, на сегодняшний момент иностранные работники, скажем так, наиболее рискованное направление работы, потому что штрафы достаточно высокие. Самые высокие штрафы, которые предусмотрены, это за иностранных работников. Максимально это 800 тысяч при отсутствии патента. Кроме того, законодательство, которое регламентирует работу иностранных граждан, очень сложное. Там очень большой объем документов. И даже если мы посмотрим вакансию, описание вакансии, если компания работает с иностранными гражданами, там прямо в требованиях должности указано знание законодательства именно в работе с иностранными гражданами. И поэтому у нас отдельный курс посвящен иностранцам. Также, если мы говорим подбор, это всегда оценка и аттестация персонала. Потому что при подборе это тоже оценка, только на этапе приема. Но здесь мы еще говорим не только об оценке на этапе подбора, но и также оценка эффективности работы действующих сотрудников. Также вот очень интересный курс у нас, он так и называется, практический курс по подбору персонала. Современные методы приема собеседования. Это чисто практика, чисто практический курс. То есть это отработка навыков. Базовые знания у нас даются в менеджере по персоналу в первом уровне. То есть мы рассматриваем подбор, статистику подбора, методы подбора, технологии подбора. А на практическом курсе мы их отрабатываем 16 часов, проводим собеседование, проводим интервью по компетенциям, отрабатываем основные ключевые базовые навыки. Также сюда входит обучение и развитие персонала, это тоже важное направление. И далее у нас итоговая аттестация предусмотрена. И данный курс что позволит? Во-первых, вы сможете разработать профиль должности, вы сможете анализировать рынок труда, вы сможете привлекать, определять источники привлечения кадров, проводить интервью. Вы сможете использовать разные стили и виды собеседования. То есть проводить как первичное интервью. Также вы сможете использовать методы первичной оценки. Вы сможете эффективно оценивать качества, деловые качества соискателя. Также вы сможете принимать эффективные решения, связанные с подбором. Ну и специалисты, которые обладают данными знаниями, они всегда востребованы на метр труда. Если мы с вами возьмем весь функционал кадровой службы, даже если мы все лишнее отбросим, две функции останутся всегда. То есть это кадровые документы, кадровые учеты, оформления документов. Это то кадровая работа, пять уровней. А второе – это именно подбор, потому что без подбора тоже никак невозможно себе представить деятельность современной компании. Ну и также хотелось отметить наше преимущество, почему нужно выбирать обучение и управление персоналом именно специалистом. Здесь у нас удобный формат обучения. Вы можете выбрать то, что вам удобно. Вы можете выбрать очный формат обучения, очно-заочный формат обучения. Кроме того, у нас представлены такие современные методы обучения, как открытое обучение, когда вы сами выстраиваете свою программу получения знаний. Это первое. То есть то, что удобный формат, и вы можете выбрать. Вы можете также, допустим, обучаться заочно. То есть по вебинару вы можете обучаться. То есть подключаться и обучаться по вебинару. Также мы используем инновационные методики. У наших курсов практическая направленность целиком и полностью. То есть у нас подготовку слушателей проводят педагоги-специалисты. Это практики. И, естественно, у нас все курсы строятся на решении практических задач. Кроме того, если у вас диплом, то вы сможете получить доступ к записям онлайн-обучения. То есть для самостоятельной подготовки. Потому что, как правило, между началом обучения и окончанием обучения проходит достаточно длительный период времени. И забывается. А надо проходить итоговую аттестацию. Вы сможете прослушать лекции, которые были. Вспомнить, ответить на какие-то вопросы. Ну и кроме того, это достаточно престижный документ. То есть это документ специалиста. У нас не так много организаций. Но у специалистов не нуждается, в принципе, в представлении. Достаточно известная организация. Кроме того, у нас очень широкий перечень программ в области кадрового дела и в области управления персоналом. То есть даже если это не дипломная программа, то это могут быть курсы повышения квалификации. Ошибочно полагать, что кадровик, который раз получил образование, может вообще больше никогда не повышать квалификацию. Повышать квалификацию надо, потому что требования настолько динамично меняются, что... И вот у нас очень широкий выбор программ. Ну и также, что программа соответствует требованиям профстандарта. Вот. И здесь, собственно, вы можете выбрать как переподготовку, так и повышение квалификации. А Международная Организация Труда это что за уровень? А МОД. Международная Организация Труда. Она регламентирует деятельность в сфере трудовых отношений. Но это на международном уровне, да. То есть мы туда входим. Ясно. Там у них есть конвенции, да, которые ратифицированы Россией. Если мы откроем с вами 10-ю статью Трудового кодекса, там сказано, что норма международная является частью российской правовой системы. Кроме того, именно эта же информация есть и в Конституции, что норма международная распространяется и на российскую систему. Ну и кроме того, хотелось бы сказать, что у нас более тысячи курсов. Это если брать всего. А вот у нас 250 преподавателей. Я вот, собственно, тоже являюсь преподавателем учебного центра. И документы, которые вы получите. Если это повышение квалификации, коротенькие курсы, то это удостоверение. Удостоверение о повышении квалификации. Либо это диплом о профессиональной переподготовке. То есть, ну, это будет говорить о том, что вы получаете новую профессию. Ну, как правило, необходимые дипломы когда возникают? Человек может работать в кадровой службе. У нас очень достаточно много таких слушателей, кто приходит переучиваться. Хотя перед этим много лет работают в кадрах. Потому что требования меняются, квалификации сотрудников. И, естественно, возникает вопрос, да? И те, кто имеет непрофильное образование, но работают в кадрах, они приходят, повышают, переподготавливаются, получают новую специальность. Либо, например, те, кто вообще хотел бы начать работать в кадровой сфере, кто ни разу там не работал. То тоже диплом профессиональной переподготовки – это выход. Потому что можно получить новую профессию. Это для желающих сменить профиль деятельности. То есть у одних возникает необходимость подтвердить соответствующее знание, получить диплом, так как уже работают в кадровой сфере. А другие только хотели бы начать свою карьеру в кадрах. То есть для этого требуется тоже диплом профессиональной переподготовки. Ну, и если брать вообще карьеру в кадрах, да, как таковую, то мы можем строить карьеру как по вертикали, то есть пройти путь от специалиста до директора по персоналу, так и по горизонтали. То есть расширять свой функционал. Например, мы занимались только кадровым делопроизводством, мы решаем, допустим, повысить свою квалификацию, получить навыки подбора. Либо навыки оценки, либо навыки обучения и развития. То есть мы можем расширять это по горизонтали, осваивать смежное направление. Ну и также… Так, сейчас я вам отвечу, да, на ваш вопрос. Вот что касается курсов по кадровому делопроизводству, у нас их много, в принципе, можно посмотреть на сайте. У нас там все это есть. Даже показано движение. То есть какой курс лучше первый, да, какой второй. Ну, а также если есть вопросы, я готова буду на них ответить. То есть какие вопросы есть по нашим курсам, я с удовольствием отвечу.